Бокердов, добрый уже тогда! Хукат! Да, дожили мы с вами до Хукат. И о чем же глава? И сказал Всевышний Машея Арону, говоря, вот устав, законы которой заповедай Господь, сказав, говорит нам в Израиле, пусть приведут тебе корову рыжую, без порока, у которой нет изъяна, на которой не было ерма. И дайте Елизару к священнику, и выведет он ее за встан, зарежут ее при нем. И пусть возьмут Елизару к священнику крови, и ее перстом своими крапит в ход шатра соборного кровью его семь раз. И сожгут корову перед его глазами, кожу ее, и мясо ее, и кровь ее, и все ничтоты, все, что он говорит, ничтоты сожгут. И пусть возьмет священник дрового дерева и зова, и червленную нить, и бросит на место сожжения коровы. И вымоет священник одежды свои, и омоет тело свое водой. И потом войдет встан, и нечист будет священник до вечера. Сожжигавший же пусть вымоет одежды свои, и омоет тело, и одежда своей будет, и нечист будет до вечера. А человек чистый, пусть соберет пепел от коровы, положит все вне стана, в чистое место, чтобы было это общинность в Израиле, хранение для воды, очистительное отчищение от греха. Очищение от греха. Ну, наверное, отсюда, господа. Глава Хука, от Красная корова. Мы встречались с вами, господа, когда читали 4 арба-поршиот зимой, да? У нас был порядок чтения, 4 главы. Мы начинали это от Пурима до Песаха, да? Одна из глав у нас была Парадума, там мы ее и читали. И они изрядно говорили, у нас пришла сегодня она, и тогда мы говорили, где она находится, в главах Укат. И тогда же, кто помнит, мы говорили, что странно местоположение этой главы, в случае коровы красной, потому что она находится совсем не в том месте, где полагается ей быть, да? Потому что она находится, где у нас, господа? Бемидбар, после Хета-Эгер, после Золотого Тельца, после разведчиков, после Короха. Все это после, после, после получается, да? А на самом-то деле, согласно хронологии, мы получили этот закон еще до получения Торы, по одной версии. Нам надо, когда мы шли, захотели, дошли мы до Мара, и дошли туда мы, и у нас Всевышний нам дал несколько мецот, и одна из них была эта самая красная корова. Давным-давно еще, да? По другой версии, мы получили это, когда делали хануката Мишкан, получили. Хануката Мишкан станет попроще, скажем так, что хануката Мишкан, это мы построили храм после греха Золотого Тельца, а то как-то еще ничего. Поэтому, ну, как бы ни было, все равно мудрецы обращают внимание, что глава наша, красная корова, стоит не на своем месте. Да? Все? Наметили, обратили. А если так, она не на своем месте, то тогда законно задать вопрос, почему это так, да? Любое какое-то изменение о чем-то говорит, любое передвижение. Ну, если вас волнует такая проблема, как, так позвольте, если тогда, то, что сейчас. Мы знаем правило такое, что в Торе нет такой вещи вчера и сегодня, да? В Торе прошлые и настоящие могут перемещаться свободно, как электроны в проводнике. Да? Всевышний вовсе не заботит, как мы это воспринимаем, ему важно, чтобы событие произошло, оно произошло. А где и когда, это уже решит Всевышний, где это описать. Ну, а наша задача, следить за этим описанием, из этой хронологии высчитывать, понимать что-то, почему это здесь, почему нарушена хронология. Вообще, когда нарушается хронология, то что это, нарушить хронологию, да? Нарушить время. Время течет. Всевышний вмешивается в порядок времени и говорит, а вот сейчас будет так. То ли будет сейчас ночь, то ли будет сейчас день, то ли будет так, неважно, сейчас будет так. Всевышний вмешивается в течение времени, а значит и вмешивается в историю, да? И когда Всевышний вмешивается в историю, то тут есть место порассуждать, оно чего-то, оно того стоит, чтобы Всевышний вдруг взял и нарушил ход истории. И сейчас он пересекает. И таких мест много, мы много выделили в этих местах, где Всевышний нарушает хронологию, вмешивается в историю и что-то нам объясняет. Так вот, один из случаев здесь у нас, господа. Вопрос, первый, который сдают мудрецы, почему, почему красная корова оказывается здесь. И одну книгу, Медраждавит объясняет, почему. Да, один из ответов, о котором мы говорили с вами зимой, могла она быть нами получена еще до получения Тора, но именно мы здесь получили из-за того, чтобы можно было исправить то, что случилось в Хета-Эгель, в Золотом Тельце. То есть, если мы получили бы ее раньше этого, потом сделали бы мы Золотого Тельца, то бы и не обратили внимание на то, чтобы уже, как бы, с одной стороны, заготовлено нам лекарство какое-то. Почему, еще раз, почему нам важно, что происходит? Будет событие, это событие надо будет исправить. Исправить вот таким образом. Почему исправление дано в одном месте, да, а о самом рецепте сказано в другом месте, да, понятно? Понятно, да? Таблетку дали нам на Мара, до получения Торы, а как устроена таблетка, нам попросили после того, как уже сделали, да, Хета-Эгель. Ясно? Вот и все. В этом случае у нас есть возможность объяснить, почему Тора так иногда делают. Разбивает текст, вставляет посредине. Кстати, так точно же, кто помнит, и таких много случаев, вот на вскидку. Выход из Египта, помните? Рассказывает, рассказывает, сейчас мы выйдем из Египта, вот у вас бьют этих перенцев. И вдруг все просекается и начинает рассказывать нам про что? Охотой шизе. А вместе тоже та недельная глава, которую мы читаем с вами, те четыре главы перед, между Пуримом и Педапостом. Охотой шизе. И заканчивается, как освещать Луну, как ее находить, и потом снова возвращается, да, с событием тем. Значит, это какая-то таблетка, которая лечит от чего-то, да, и там точно. Таблетку дали до события, потом события, потом как эта таблетка устроена. Почему так важно? Очень просто. Нормальный, как говорит Всевышний, да, это мы сначала сердимся, ломаем все, а потом ищем, как все это исправить, да. Так обычно получается, да. У Всевышнего, Божию посилят отдельно, да. Всевышний, чтобы нанести, ну, скажем так, лечебное, произвести лечебное вмешательство, мы это называем удар, да. Удар. Да, это удар, неприятно, дискомфорт. Поэтому прежде чем нанести удар, Всевышний готовит лекарство. Вам это известно, да. А потом делает удар, а потом вот лекарство. Вы спросите, Всевышний, а может быть без ударов? Как раз наша голова сегодня об этом говорит, можно ли без ударов? Это сейчас мы об этом дальше говорим, да. Пока правило такое, да, сначала готовить таблетку, удар, потом как эти таблетки пользуются. А можем сразу научимся и пользоваться таблеткой, да. Ничего страшного, быстро научиться пользоваться, когда есть все это самое, рецепт надо готовиться. Да ведь никто тоже не покупает капли от насморка, покуда насморк не случится. Если наскепки. Да, кто-то, если, господа, мы будем всю жизнь изучать все таблетки, на всякий случай, нам не хватит никакой жизни, да. А эти таблетки, а эти таблетки, а эти таблетки. И вообще никогда не открывайте энциклопедии медицинской. Вы там найдете у себя все болезни, как сказал, это Марк Твейн сказал, да. Найдете у себя все болезни, кроме РДО и горячки. Чай начинает дуться в болезни, и он начинает, чтобы болезнь вмышать себя. Поэтому не вчитывайтесь, как сделана таблетка. Знаете, таблетка существует. Как только появился насморк, сразу раз, и в аптеку, и в том читайте указания. Таблетка сделана из того-то, из того-то. На здоровье кушайте, чтобы было на лечение ваше. Понятно. Это первый раз, да, какой у нас уровень, мы сказали, как устроено. А потом, когда приходит самое событие, нам теперь, именно потому-то, красная корова перенесена, стоит в конце всего, всех событий, которые уже произошли, господа. Мы с вами, в принципе, прошли всю пустыню. Наша глава Бухкатай, это описывает, значит, если мы с вами расстались с Корохом, да, в той главе недельной, то, когда случилось событие с Корохом, можно сказать, или этак, и этак. Но сегодня, с этого момента, или когда вернулись разведчики, скажем так, или Корох, тут надо еще поразмыслить, много вопросов. Но важно, что за один просвет, который у нас между главами, между строчками, да, в Торе, прошло аж 38 лет. 38 лет жизни нашего в пустыне не описано. Только сейчас, вот после этого, мы возвращаемся, и после долгого молчания, ничего не описано, мы возвращаемся. И, собственно, глава Хукат описывает последний год нашего вхуждения в пустыне. Последний год. Как мы знаем, что умерла в нашей главе Мирьям. Потом умрет Аарон, это наша глава, да. Сейчас обычный весь текст не приводим, а сегодня сожмем, нам надо одну вещь интересную разглядеть здесь. Мы просто на бреющем полете пройдем всю, всю, всю прошу, главу, чтобы нам кое-что тут узреть. И понятно, что, как я знаю, что это последний год. Потому что они умерли в последний год. Как сказано у нас, все Маше, Аарон и Мирьям, написано у нас в Геморе, умерли в один месяц. Но этого не может быть. В разный год. Да, в Иераях и Ха, то есть в месяц один. Ну, не баром. Аарон умер в Аве, Маше умер в Адаре, Мирьям умерла, вот у нас сегодня умирает она. И как, а почему говорит тогда Гемора, они умерли в один месяц? Не месяц, а не один месяц, а они умерли по одной причине. Их смерть, они умерли в один период времени, короче. В один период времени, да. Что они умерли в какой-то промежуток времени. И когда мы иногда вычисляем промежуток времени, что-то как мне нужно. Иногда это может быть, конечно же, и год, иногда месяц. Главное, что это округлено, есть какой-то круг, это окружено. И есть тому одна общая причина, почему это случилось. В данном случае они умирали в течение года. Этот год, как раз тот последний год, мы перед входом в РТСР. Почему они умирают? Причин тому много. Одна из них, как мы сказали в прошлый раз, что Машера Бейну делает свою первую попытку руководить, она не получается. С посланником, с разведчиком, да, с Мироглим. Вот это как раз первая ошибка и прерывает тот самый разговор со Севышним. И тем не менее, рано или поздно мы сказали, что человеку надо будет научиться жить самому. И в течение года Машера Бейну предупреждает весь свой народ, скоро не будет у вас ни чудес, ни колодца, Мирьям, ни этих облаков, которые защищают, ни мана, ничего у вас не будет. Скоро, еще немного, мана исчезнет, облака исчезнут. И это наша глава уже будет, кто читал, помните, да? И нам придется идти и воевать с народами мира, и спросить у них мира, они к нам идут с войной, об этом тоже поговорим сейчас. Мы потихоньку готовимся жить самостоятельно, без защиты облаков, то есть воевать самим, строить самим дороги, все остальное. И те же кондиционеры, исходя из того, что облака эти нам охлаждали воздух, да? Вот. Мана не станет, значит, нам надо будет идти в РЦСРЛ, пахать, сеять, косить и прочее, да? Не станет Мирьям, не станет воды, это уже наш дельная глава, она умирает первая. Значит, нам самим теперь придется эту воду зарабатывать, да? И как нас предупредили в Митсрае, какая разница между Мирьям и Мирьям и Исраэль? В Египте все, вода была бесплатна, Нила разлился, и на здоровье, бери как и хочешь. В Исраэль не так, как в Египте, не будет там у вас ногой копнула, вода пошла, поэтому вчера арыки получили, арык ногой копнула, не будет этой ирегационной системы. Там все будет зависеть от вашей молитвы, и не каждая молитва будет услышана, а только тех, которые действительно понимают, ради чего пришли они в этот мир. И на этом будет стоять ваша будущая жизнь. Вот это, господа, наша с вами сегодняшняя глава. Теперь, глава наша с вами, как мы сказали вчера в видении, да? Я не буду всю читать, не хватит времени, но поверьте, на слова проверьте, я тут насчитал лично, 23 раза упоминается слово вода, об этом сказали вчера. Все вокруг идет воды, вокруг воды. 23 раза, и само по себе эти 23 упоминания воды можно поделить на группы. Каждый раз отдельно упоминается эта группа воды. Поэтому приходит на мысль интересная новость. Машера Бену нам известно тем, что он рассек, да, Красное море. Была такая история, да? Рассел. Но кажется, что он не только рассек Красное море еще, он рассек всю воду как таковую. То есть в воде, вода является собой одним из четырех, да, элементов творения. Вода, воздух, земля, огонь. Само все тоже можно разделить на, Бог говорит, то можно поделить еще на четыре состанных. И нашей глава, господа, можно выделить четыре состанных, для чего вода в этом мире, или в случае, что с водой может произойти. Что вода может сделать? Не забывайте, что мы говорим о Красной корове. И именно Красная корова вода играет важнейшую роль, да? Именно благодаря воде мы делаем то самое, то, что мы брызгаем на человека. Теперь, в первом случае вода у нас мы встретили сегодня. Тот, кто будет заниматься пеплом Красной коровы, он должен себя омыть водой. Буквально сходить в миг, да? Это, скажем, это омовение или очищение. Потом он пойдет, сделает это самое, называется, вода, которая очистительная. Там он окунает всю мигу, здесь делают воду, которая будет брызгать, и вода очищает. После этого у нас будет вода какая? Не стало воды. Люди обратили внимание, не стало воды. И просили Ума Шарабену пить. Известна центральная история, после которой Машарабен окончательно понял, что в Эр-Цесраэль он не войдет. Известна история с этими ударами Каскаля, мы тоже к этому сейчас вернемся. Итак, очищение, омовение, очищение, погружение мигу, очищение, брызгание, питье. И последний раз, да? Какая разница между очищением первого и мигу? Я только что привязал, окунаться в мигу или брызгать? Ну, что она очищает. Совершенно верно, мы правы, здесь надо как-то распределить, может быть, очищение там. Одно дело, окунуться в мигу. Мигу не хватает? Нет, как раз в мигу, да, в мигу нужно полностью погружаться. Даже чтобы ни одного волоска не было, улетнуть всю женщину наверху. А брызгать водой, даже если капнула одна капля на ногу человека, он считается уже чистым. Это не совсем, как бы, условно, да, очищение, как бы, но совершенно разные по своему воздействию. А не другое вид, а не чистый, а очищение? Ну, пока посмотрим, нам не самое главное. Нам же дать не надо, мы еще скажем, так это рабочая версия, сколько или 4-4, может быть, или нам важны какие-то дали. Один вид, другой вид. Третий вид, это для питья, когда умирает мирян, пришли и сказали, нет воды, питья, вода для питья. Четвертый вид, скажем так, заслона, как вы считаете его, это называется, это же вода. Так, захотели пить, захотели пить, да, исчезла вода. Захотели пить, выходит на Шарабейну и бьет по скале. И это называется Мей-Мерева. Да, там очищение, захотите вместе, для питья, Мей-Мерева. Мей-Мерева, вода раздора. Да, так и будет называться, да, вода раздора. И дальше, после этого мы идем, продолжая свой путь, похоронив мирян, мы идем дальше. И по дороге нам встречаются народы, которые нам мешают пройти в РТСРЛ. И мы будем подходить к каждому из них, спрашивать, можно ли пройти у вас. А воду вашу мы не будем брать для питья, да. Они сказали, нет, не дадим им пройти. И мы ходим, в другом месте не подходим. Дайте нам пройти, для воду, для питья дайте, нет, не дадим. А выйдем на вас с войною. Вышли нас с войной, и мы их победили тоже. Вид некой Мей-Мерева, водой раздора. В принципе, итак, где-то посреди, перед ходом РТСРЛ, что произошло такое, вот, вокруг воды с этой. Вот вода, у нас вся водянистая история здесь. Эти виды воды, а еще переходит это очищительное для питья, вода раздора. И с этими водами раздора мы начинаем приезжать к РТСРЛ, встречаются народы мира, которые на нашей дороге. И они нам не хотят дать воды. Мы не просили у них там ничего, да. Идет около воды. А воды они дают, а более того, идут у нас с войною. И когда они выходят у нас с войною, мы их побеждаем. Крепко побеждаем так, что Идбалим можно будет как-то восстановиться. Вот, пожалуй, первое, о чем хотелось поговорить. Итак, вот так вода очищительная для питья становится водой раздора. Вплоть до того, что на один народ исчезает в силу того, что он ходит против нас с войной. Это тоже вид воды раздора. Вода раздора. Раздор. Могло бы быть по-другому. В истории нет слагательного наклонения, конечно же. Но, если представить такое вот интересное событие, вернуть обратно. Бывает такое, да, делаю пленку. Как там было у Машарабейна? Пришли народы еврейских к Машарабейну и говорят. А это было когда? В день, когда умерла Мирьям. Исчезла вода. Благодаря Мирьям у нас был колодец Мирьям, да? И вода исчезла. Мидраж говорит, почему случилось. Это было, называется, наказание первое. Какое? Вода исчезла в наказание. За что? Экфуйтова. Как это переводим мы? Еще раз. Неблагодарность называется, да? Какая неблагодарность? Сказано у нас, когда умер Аарон сегодня здесь, плакали месяц. Умер Маше, плакали не меньше, но забыли Аллаху. Умерла Мирьям, ни слова не сказано. Сколько плакали. Умерла и все. И умерла Мирьям. А? А? Что-что? А он был семь дней. Не умерла Мирьям и все. И один по сути. И ничего не сказано. Поэтому учат мудрецы. Это называется черная неблагодарность народная. Народ, благодаря этой праведности пророчицы Мирьям имел колодец. Но когда она умерла, никто и не пришел. На похоронах Мирьям был только Аарон и Маше. Они ее похоронили, вернулись, никто из народа не пришел. Неблагодарность. И они сидят дома. Шива сидят. Конечно сидят. Это как раз Шива случилось. И вот идет народ. И говорит Аарон Маше. Аарон Маше говорит. Смотри. Так и идут на Шива. Идут народ на Шива. А они говорят нет. Судя по голосу, по крику там. Это не Шива. Это бунт. Весьма похожий на бунт Кораха, который у нас за плечами. Хотя он уже далеко. Это почему они приходят. И как все демонстрации. Как у нас тут вот. Йом Хамеши под мостом собираются. Эти вот все стрясающие основы. И кричат. Биби домой. Вот типа этого Лявды. То они кричали. Маше воды. Маше воды. И опять же то же самое высказывание. Как здорово было в Египте. Это нас сюда привел, чтобы нас тут заморить жаждой. И тогда Маше Рабейна выходит с тем самым посохом. Который Всевышний ему дает. И говорит Всевышний возьми посох. Выйди. И скажи скале. И тут начинает завариваться. Тут начинается завариваться господа. Вся наша дарить. Это сейчас. Да. Это сейчас. Первый раз он сказал. Поди и ударь. Тогда было до получения торга. Здесь момент получается интересный. Первый раз он взял посох. Взял все было. Второй раз тоже берет посох. Всевышний говорит возьми посох. Пойди и скажи скале. Вот. Всевышний что называется подставил здесь. Ооо. Да он подставил. И мы в прошлый раз говорили. В прошлый раз посох если говорить надо. Совершенно верно. Но это как раз наша с вами господа жизнь. В прошлый раз мы расставились на страшном споре. Что никогда не спрашивайте Всевышнего. Так вопрос почему. Это жизнь такова. Что мы Всевышним предлагают все варианты в этом мире. А я выбираю лучше. Как это называется. Свободу выберу. Если бы не было вариантов. Я бы был бы ангелом. А ангелом. Что ангелом? Ангелом. Ну и как у тебя? О. Не может быть. А вот это вот. Расти. Двигаться. Спросите у ангела. Ну как ты сегодня вырос? Я. А я не расту. Не растет никуда. Не растет ангел. А вырастет. Не только еще. И это ощущение самое блаженное. Если вы ищете блаженство в этом мире. То оно ощущение что вырастет. Все остальные блаженства. Это суррогат. Подмена. Выпил стакан водки. О. Одухотворенный. Сразу орел такой. Вырос сразу. Сразу вырос. В глазах друзей. Ты меня уважаешь. Вырос сразу. Сразу подрос. А два стакана водки еще. А третий уже потасовка. Потому что никто не уважает. Надо доказывать. А поэтому это подмена. А настоящее блаженство. Это когда человек чувствует что он растет. Да поэтому ангелам не будем торопиться. Поэтому Севышний устроил нам такую жизнь. Что обязательно в этом мире что-то произойдет. Вопрос как я с этим буду обходиться. И дальше об этом наш разговор еще будет круче заваренный. Божьей помощи. А у нас пока происходит вот что. Посылает Машера. Севышний Машерабена. Говорит. Пойди возьми посох. И скажи скале. Да. И тут начинается у нас вода раздора. Начинается вода раздора. Господа. Воды. Мемриева. Ну они раньше начинаются на самом деле. Кто тут виноват? Конечно. Это неблагодарность народная. Если бы они пришли на Шива. Были на похоронах. Потом вдруг закончилась вода. И кто это бы на похоронах сказал. Вспомнил бы. Что было. Для чего Мариам была жива. Сказали бы. Что благодаря нее была бы. Была вода. Всех бы на похоронах связали события. А так они не были на похоронах. Они не связали события. Не стало воды. Сразу к Машерабену. А воды не стало. Потому что вы виноваты господа. Это во мне Египет. Воды не стало. Потому что у вас есть неблагодарность. Вы. Жена которую ты дал. Мне. Помните? Первое. Это оно. Это тот самый. Первый. 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 Костюм. Мутации. Потом начинается мутация у нас. Для. Для. Твольтого тельца. Мутация это. Это тот самый корень. Жена которую ты дал. Всевышний. Короче ты виноват. Переложили все. Всевышний. А ты сам где? Сейчас тоже поговорим. А где я сам? Поэтому. И Севышний. Машерабену. И как с разведчиками. Машерабену спрашивай. Севышний надо позвать разведчику. Посылай. Недель назад был. Это разговор. Посылай. Я хочу их проверить. Проверяй. Вот такой годится. 100%. Лучший разведчик на свете. Праведник. Все ангел почти. А это все. Все ангелы только по дороге испортились. Кто виноват? Мы сказали. Раз. Первый опыт управления у Машерабена получился. Блин стал как? Клин как называется? Был клин стал. Клин забыл. А первый блин комом пошел. Понял. Первый блин комом пошел. А точно так же. Машерабену выбирай. Можешь послать. Можешь не послать. Пошлю-ка я. Послали так послали. 40 лет заканчивается сегодня это посланничество. И вот опять же возвращаемся к этой истории. Туркнины что же произошло? Машерабену всего-навсего есть выбор. Какой выбор? Никакого выбора на самом деле. Говорит Дмитраж. Непонятно за что был наказан. Машерабену. Миллион коментарий. Если он... А? Миллион коментарий. Я имею право здесь. Мы сейчас все комментарии будем рассказывать. Господа, мы тут оттуда никогда не уйдем. И так отсюда сразу будущий мир. Там еще добавили. По самым приятным комментариям в оправдании, что он сделал все правильно, потому что он знал, что они не могут еще войти. То есть он пожертвовал своей жизнью ради... Тоже, да. Более того, мы сейчас к этому придем. Сейчас, одну минуту. К этому мы попытаемся это все. связать. А пока... Он говорит, у него какая разница? Говорит, у него... Он-то мог... Он же добывал уже воду ударом. Или сказать. Какая разница? Он говорит. А отвечай как? Не так. Надо было слушать Всевышнего. Скажи с коллегом. Теперь что такое? Ударить или сказать? Гнев в ударе. Совершенно верно. Ударить или сказать? Выбираю всегда. И что? Удар. К сожалению. Это вопрос сами к себе. Каждый раз, когда вам хочется врезать, задавайте, почему? Нет. Равтор, я хочу врезать, потому что 100% он не прав. Он злой. Он как бы там... Ударить, что Александр там больше не ходит? Нет. А я, может, рассказал историю, как он в армии, там у него был конфликт какой-то. Каптерки он был. Он сам рассказал. Это не проблема. Это не какой-то. Он сказал, как конфликт к каптерке. И там был конфликт, пока разрешился он. Так вот, и сейчас было бы удобно спросить, если бы, с его позволения, что дает право человеку считать, что он не прав. Ситуация, наверное. Вы уверены, что проценту, что он не прав? Но есть такие реальности, где люди не правы. Значит, физическая защита, нет у нас юристов сегодня ни одного. Но физическая защита позволительна тогда, когда если настоящее, ясно, что будет нападение. А если нападения никакого нет, то применять физическую силу просто нельзя. Единственный способ, когда я знаю, что он не прав, а я прав, когда он ими нападает, тогда я прав защищаться. Все остальные наши конфликты, я не могу сказать, кто тут прав, кто виноват. Только потому, что тот, кто сейчас со мной спорит, он сам-то бедняга не знает, что с ним происходит. Только потому, что он посланник Всевышнего. Всевышний послал этого человека ко мне сейчас проверить меня на такую-то, такую вещь. И вместо того, чтобы исправлять свои качества, я начинаю на этот человек наезжать. А ты сам на себя поглядишь. Это такое-то-то-то-то-то. И все. Защита. Защита. Поэтому Мошер Абейну, у него было два способа, господа. Ударить или сказать. Первый раз он используется. Ударил. В этот раз он должен был сказать. Но он пропустил. И у него не было времени думать. И действительно, там остались последователи скоморохов, о которых мы рассуждали еще в начале года. Скоморохи, да? Рождаются такие. Клоуны, клоунады, которые высмеиваются. Остались последователи клоунады. Они пришли тоже и сказали, ну смотрите. Сейчас опять этот Мошер будет нам делать фокусы. Так, где-то, приблизительно. Вы думаете, все эти чудеса. Смотрите. Он пойдет, сейчас вам сделают воду. Вот пошел, пошел. Вы знаете, комментируют за кадром. Вот пошел, пошел. Остановился. А Мошер, слушайте этот разговор. Вот. А, забыл, где краник типа этого. Забыл, где скалак, который надо обидеть. Нет. Сейчас найдет. Вот так, за его спиной разговоры идут. Разговоры идут. Эти разговоры, господа, мы все прекрасно знаем. Лишают сил у нас больше, чем какая-либо усталость. Можно тащить камень в гору. Когда внизу, давай, давай, давай. А когда внизу, ну, ханё. А он говорит, камень-то из бумаги сделанная. Ну да, смотри, как притворяется тяжело. Да ладно, тоже. Нет никаких сил. И здесь Мошер Абейн говорит, послужите вы. И такое слово употребляет, конечно, называя еврейский народ. Что сам, ой, что я сделал, но слишком поздно. Болтари. А? Болтари. Да. Ну, называют все, что нехорошие люди. Даже страшно, если я повторяю. И тогда случается, что-то случается. У нас, господа, вот что важно-то. Итак, у нас есть два способа что-либо сделать. Бить или говорить. Да? Бить или говорить. А теперь возвращаемся к... Почему ещё приуроченная глава Хука? К прошедшей Корох. И там мы с вами расстались неделю назад, разговаривая, что... В чём была претензия Короха? Почему вы над нами поднимаетесь, да? Все равны. Это прошлый урок. Мы сказали, что Корох ошибается. Фатальная ошибка. Ошибка. Так жить нельзя. Представить весь мир одинаково плоским. Это фатальная, смертельная ошибка. Разве что мы тогда только не привели пример, а потом мне в голову пришло. Представьте. В детском садике. В детском садике. Дети 4 года каждого. И говорят. Зачем эта воспитательница здесь нужна? Демократию даёшь! Все воспитательницы, уходите! Воспитательницы, конечно... Надо же как-то путь. Люди поняли, что... Мы уходим, детки. До свидания. И вышли. Закрыли садик. На всякий случай, знаешь, что... И смотрят через стенки зеркальные, что внутри происходит. Скажите, что там произойдет в первые 5, 6, 7, 8, 9, 10 минут. Хронологично. И когда надо будет взламывать дверь и врываться, спасать там все? Представили, что произойдет, да? Скажите, первое, что там будет? Все рынутся к холодильнику сладостей искать. Вот от нас прячут всегда, я понимаю, а я знаю, давай, 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 давай. Потом будут все крутиться, хвататься с животы. Ну и так далее, какого. Или ну угодно. Или кто-то знает, где спички спрятаны. А кто-то знает, как учить микоргаль. И как заснуть этот гол, уже она включилась. Что? Мы так и делали в детстве. Я же рассказывал историю сразу. Пришел ко мне мой товарищ детства. Мы стали играть у нас среди дома крейсера «Врора» или «Вряк», не помню уже. Тупыренку перевернули, и крейсер «Вряк». А дедушка и уснул в своей комнате. Сидел и уснул, как на книжке. И нам мало экшена. Мы давай газеты разбросали, волны. «Врагу не издается, наш гордый варяг». А друг говорит, огня-то надо немножко, чтобы... Знаешь, здесь спички. Я говорю, да дед мне разрешает. А дед спит. Ну давай, точно. И этой газетой мы подожгли. Было великое ощущение. Дед проснулся. И я с трепетом, мама уже из угла дома. А вдруг смылся. То есть, а если бы дед спал? Если бы куча ворох газет, представляете? Демократия. Все равны. Не надо никакого насмотрщика. Поэтому то, что Корох предлагает, фатальная, смертельная ошибка. На самом деле, а почему Корох это предлагает? Известно, что у Короха есть проблем много. Одна из них – это его зависть. Зависть. Так много зависти у него, что... И он самый богатый, что за зависть? Да. Мы сказали в прошлый раз. У него есть, что не хватает ему. Но, господа, снова связываем Короха и Красной Коровы. Они еще... Почему сказано Красной Коровы? Что... Какое событие ближе всего к Красной Корове? Не стелец, не разведчики, а Корох. История с Корохом близкая. Хотя по времени, может быть, это и 30 лет, 8 лет. А может, это вчера. Это надо проверить. Но они близко связи. Почему? Кровная связь между ними. Быть может, поэтому один из комментариев по имени Мафлет. Чудесный комментарий. Я не знаю, он существует или он так выдуман поздними комментаторами, чтобы на кого-то ссылаться. Говорит Корох. Об этом мы говорили. Йомшиши Корох. Одна из завистей. У него много завистей. Одна из завистей его. Это какая? Он завидует. Машер Абейну. В чем? Что Машер Абейну и всех живущих на земле понял смысл Красной Коровы. А, это да. Но этот комментарий, господа, ссылаются поздние комментаторы на Мидараш Раба. Мидараш Раба, он не фигурирует. Здесь он пишет, что все-все-все заповеди для Машер были как мишпатимы. Да. Потому что он общался с Творцовом напрямую. Но он не рассказал. Не рассказал. А Коро знает, что только один Машер Абейну и достиг. И из-за этого он на него так пошел? Поэтому Мидараш Раба. Поэтому будьте осторожны. Понятно. Вы поняли, что многое, да? Поэтому будьте осторожны. Это не с пальца. Это я с тобой серьезно. И люди, то, что это говорят, на этом столкновении, близости это устраивает. Теперь спрашивайте, а почему он завидует? Все у него есть, и он завидует. Вы задали вопрос, да? Очень просто. Говорит нам Мидараш здесь. Есть страшное... Сразу на русский говорю, да? Есть страшное... Как же это сказать? Ну, сейчас, подождите. Есть лего-гзиметр, Мидараш. Ну, знаете, ну, как сказать? Есть страшное... Ой... Что-то... Другое слово, может. Да еще синонимы позабывал. Есть... Ну... Давайте напишем, нет? Да, да. Бля, сейчас, сейчас. Нет? Нет, великий, могучий. Я и побежу его. Побежу. Как на еврите. Натия. Так, где переводчик? Это что у нас? Натия. Скажите, Натия. Ой, да что ж, великий и могучий. Ну, он у нас идет. Ну, он так. Ну, он так. Короче, движение души. Приблизительно. Так? Типа движения. У нас есть и качество. Всякие, человеческие качества, да? Допустим, такая качество, как... Это зависть, качество? Или что это? Да, зависть. Порог. Порог. А, как? Как еще? Да. Можно назвать и качеством, и порогом. Да. Ну, порогом, я не знаю, порог, потому что на самом деле зависть не порог, не всегда порог. Плохое качество. А нет, зависть она и плохая, и хорошая. А что ж? Белая, черная, белая, я завидую, что мой друг выучил весь талмуд. Но зависть сжигает человека. Да, да, но все равно, это когда... Натья. Короче, качество. Назовите качество. Натья. Нет, все, качество, качество. Отлично, все. Качество. Самое страшное качество, одно из самых страшных качеств, это зависть. Ладно, ладно. Качество. Понятно? И говорит Митраж, самое страшное, одно из самых... А может, самое страшное, это зависть. И сразу объясняет, почему. Как он пишет? Понятно? Зависть. И почему их объясняют нам? И объясняют интересную вещь. Господа, вам правда ведь совершенно все равно, если вы слышите новости, что какой-то человек стал миллионером? Правда все равно? Да. А если вы слышите новости, что такой-то, такой-то стал миллионером? Ой, так это же из моего класса, Б. И мы особо не дружили. Неважно, он из моего класса. И тут, и друг, будьте честны с самим собой. Внутри так. Как же это он? Ну как же это он, да? Как он, как это он сделал? Это он такой-то мудраж. Мы завидуем, кого близких знаем. Чем ближе к нам человеку, тем больше мы завидуем знакомо. Кстати, есть единственная граница, кроме родственников. Ну тут кто-то, кто и родственник, это вообще уже пабденное дело. Хотя Корох и Маши родственники. Не совсем, не по-другому, ну, двоюродные, скажем так, родственники. Поэтому зависть это страшная вещь. Какая же тут зависть, вы спрашиваете, да? Что у него все равно завидуют. Да вот где корень зависти. Он завидует Маши Робене, что он понял смысл красной короны. А может быть еще, что Маши Робену любили? И это... Пока... Это не важно. Этого я точно не видел. Этого я видел еще раз. Ссылка довольно сомнительная, потому что нет. Медрохраба этого нет. Проверено нет. Но на этом стогновении двух мест в Торе это, видно, не изучает. Теперь, что сделают с красной коровой у нас здесь, господа? Сжигают ее, да? И как сжигают ее? Не стало. До конца. Да, до конца. Совсем что внутри. Почему красная корова? Ну так кровь это же суд. Да. А здесь там случай... Это напоминает этот огонь, золото. Золото. И золотого тельца. Этому говорят мудрецы. Почему у нас красная корова пришла сейчас, а не до этого? Чтобы исправить грех золотого тельца. А заодно уж и разведчика. Потому что тогда из-за мутации, да? И как исправляется грех золотого тельца? И как исправляется все это? Сжечь. Что сжечь? Сжечь золото. У короха есть одна болезнь, которая порождает все. Он богат. Именно то, что он богат, и есть его болезнь. Интересно. И это надо... И чтобы ему не стать корохом, а жить дальше и быть довольны жизнью, надо было все это сжечь. Как будто это такой намекнуло ему. Да. Он это видел, только он не с ней это самое. Поэтому говорит простой, говорит, надо сжечь все это в себе. И буквально безжалостно. Всюду, где человек видит материальную заинтересованность. Скоро будет как раз уже на подходе балак. Вот он. Вот он, балак. Смотрите, на подходе он сразу идет. Хронологично. Что у нас будет делать с белом? Вот такой белом. Золото. Дом завален золотом и серебром. Все у него провалится. Все уходит, пропадает. Почему? С такими большими задатками, с такими большими талантами, человек, все пропадает у него. Корох его предупредил здесь. Здесь у нас красная корова предупреждает. Но там он не слышит этого призыва. Ну, это будет дальше. Показывается, что господа. Следующее. Итак, где мы оказались? Красная корова. Сжечь все, сжечь золото. Это, правда, не призыв сжигать свои счета в банке. А то так сразу многие горячие головы бросаются в аскетизм. Это не призыв к аскетизму. В ни коем случае, господа. Это размышления на тему, почему, как появилась у нас так называемая воды раздора. Вот что мы даже не забудьте, мы оказались. Вода, которая очищает, вода, которая для питья, становится водой раздора. И эта вода раздора, господа, потом приводит к чему? Что мы идем в Арацисраэль и по дороге мы уничтожаем целый народ. Все это связано пока, господа. И теперь, что еще мы говорили в прошлом раз? Если Маширабен сейчас бы был спокоен, и если бы была благодарность народная, человеческая, Мирьям, скажем, условно, этого не было. Все начинается. Поэтому, когда сжигать красную корову, Дашлиндараш говорит, это не сжигайте свои счета в банке, не считайте золото, которое у вас там есть, не знаю, у жены на пальцах. Боже упаси. Сжигать, когда имеется в виду корень. Что такое сжигать корень? Если у кого-то в огороде выросло сорное дерево, как он говорит, да, сорное дерево, что-то не знаю, клен. Ты мой, я пауш. Такие, я понял, как... Дерево, которое как сырняк. Его не выведешь никак. Если завелся в огороде, этот, как его, клен, он прорастает страшно. Его надо, нет крокуника, то обламывать ветки и спиливать его. Он будет и там, и там пускать запас, надо сжигать его корень. Поэтому красная корова говорит, не надо бороться с проявлением, бороться с симптомами. Бороться надо с корнем. Все, дошли до этого. Сжечь корень. А теперь, какой же это? А мы уже наметили корень. Какой? Мирьям умерла, не пришли сказать спасибо. Не сказать спасибо, это грех первого человека, господа. Это называется неблагодарность. Вот, когда мы доехали, вот, когда мы пришли, вот, какая мутация перед нами сейчас. Но этого еще мало, мы идем дальше все-таки. А как? А что это? Что же это происходит такое? Что? Куда может дальше пойти такая проблема? У короха, вернемся еще к этому доводу короха. Корох говорит в прошлом году, давайте будем всем равны. И мы тогда посмеялись, сказали, действительно нелепо. Представляете, он хочет, чтобы все были коинами. Да? Так мы сказали, пожалуйста. И не только коинами, а коинами годоль. Мы так сказали, ну, пусть. Мы тогда поза урока задержались еще. То есть, логика короха, она убийственна. Если он предлагает нам эту демократию, как он тут видит, все равны. На самом деле, ему-то не важно, не сказать демократии, а сколько он сам будет коинами. Потому что он хочет быть коинами, только. Ну, здесь все заувалировано. Он сам, наверное, бедняга даже не понимает, куда он, какую засаду он попал в этом случае. Скорее всего, тоже так. Потому что есть один мидраж, говорится, что корох, то, что мы в прошлый раз с коленом, можно ли найти у короха хоть одно оправдание его. Никто почти не находит, но я видел, у меня с ней помню, что он до конца уверен, что прав. И эта правота его в его глазах праведна. И все, что он себя обвиняет, то, что мало старается добиться своей цели. Он свой, грех не в том, что он слабак, что называется. И потом наворачивает, наворачивает, наворачивает. Теперь, все-таки, господа, у нас остается, корох предлагает всем быть одинаковым. Мы уже предложили с вами детский садик, это история детским садиком, да? Что будет, если в детском садике всех гененот останутся, уйдут, и что останется? Корох предлагает всех сделать равными. Так? И мы, в прошлый раз, сказали, а что будет еще проще или еще шире? Тогда пусть и станут евреями. Был разговор? Так, где-то мы расстались в прошлый раз. И хорошо или плохо, что все будут евреями? Это никуда. Это никуда. Теперь, и тоже мы сказали, почему? Потому что, если стремиться по системе короха, чтобы все стали евреями, господа, у евреев отсутствует такая вещь, как миссионерство. Вы знаете, наверняка, да? Да, да, да. У нас нет таких вещей, как агитировать быть евреем. Кто хочет, пожалуйста. Не как-то просто стать евреем, но пожалуйста. Но мы не ходим ни огнем, ни мечом, Божий упаси, ни никак, мы не рекламируем идите становитесь евреем. Почему? Это одна из тех причин, что это не рекламируется. Более того, что не обязательно всем стать быть евреем. Теперь, а почему не обязательно всем стать евреем. Тело, голова, руки, ноги. Точно. Представьте себе голова и ноги. Голова и ноги. А если же одна голова, то и ноги не нужно, наверное. А как она будет? Держит голова, а как она кушает? Ну, придумали как-то. Солнечная энергия питается. Поэтому мы сказали в прошлом раз, что все... А теперь еще важнее, господа, еще важнее. тут вам важно... Это самое называется воды раздора. То, что здесь у нас... Оп, смотрите. Вау, прикольно. И улетела. Вот это да. Это была душа короха. Она прилетела, послушала, что они хорошего говорят, и улетела обратно к себе. Значит, скоро уже построен третий храм. Красиво. Да. Душа, гельгуль называется, да? Господа, давайте еще над эту вещь. Это фатальная, смертельная ошибка. Не забывайте. Поэтому он провалит. Эти панолы сгорают. И говорят, корох, мудрецы, ты хочешь, чтобы все были коинга доль? И смотри, что получается. Тут интересно. У народов мира есть по 100 попов, есть по 100, и перечисляется, да, наличием огромное количество плюраризм называется, да? Довольно плюраризм-то здорово, казалось бы. Но мудрец говорит, смотри, как у них много всех. А у нас не так. У нас только один храм. У народа мира много храмов там и сям. Много попов там и сям. Или не попов, или другие, я не знаю, на Тибете, называйте как угодно. Монастыри, как Тибет называется, неважно. Много всему миру и там и там сидят. У нас же не так. У нас один храм, у нас пляв, у нас один коин, у нас один день Йомки-пу. И это намело только на ногу, господа. В этом и есть разгадка мироздания, что в этом мире, как нам еще указать, что Всевышний Он один и един. В этом мире должна быть проекция, что Он один. Не единичка математическая, написал. Это один, это математика. А все мироздание показывает пирамидой своей, что Он один. Неизбежно, чтобы в этом мире произошла проекция единства Всевышнего, единобожия и Его единства и математического, и, что называется, единства, он не разделен ни на что, это, конечно же, будет, господа, пирамида. Неспроста мы в Египте так тренировались на этом строительстве, чтобы потом выйти оттуда и сказать, господа, мы хотим, вам очень хочется плюрализм, демократии на здоровье, но знайте, пирамида в этом мире неизбежна. Только там он вам покажет свои вершины на то, что Всевышний один и не един, а все остальное разбивается и прочее, да? Поэтому у Короха с этим проблем как бы очень больших и нет, или он это понимает, я сам в эту ловушку попал. Нас вот что интересует, господа, почему нам важно чтобы не все стали евреями? Почему нам важно? Казалось бы, здорово, обратите внимание, чаяние народов мира, в чем состоят мечты народов мира? В чем вдохновение народов мира? Что даже что? Спросите любого, на войне в Украине, в России, в Сирии, где угодно, спросите у народов мира, каковы твои мечты, твои желания? Чтобы пришел один и спас себя. Чтобы не было войны, чтобы было тихо, чтобы не было больше раздора, господа, чтобы не было раздора. Спросите любого. Тот, кто еще не озлобился, а думает, мыслит еще. Я уверен, если сейчас пройти по Украине и спросить твое истинное желание, настоящее человечество, он не скажет отомстить москалям, а он хочет покой. И в России обратиться к человеку, мыслящему, и спросить твое желание не разделаться с Украиной, чтобы там тихо было, а чтобы был покой. Это искреннее желание всех, всего человечества, чтобы был покой, чтобы не было войны. Потому что и пророк говорит так, и будет время, когда мечи переплывут на плуги и будет мир. И эта мечта заложена самим Всевышним, сердца человечества. И человечество к этому идет так или и так. Поэтому на этом пути, господа, нужно ли, чтобы все народы мира стали евреями, чтобы тот самый покой приобрелся? Не нужно. Понятно? А Коров предлагает. Теперь, а что же надо тогда? Почему надо, чтобы народы мира остались народами мира? Как мы сказали в таком же раз? Они должны остаться народами мира, господа. Для чего? Как мы сказали тогда, у каждого из нас, это был шлах, разведчик, есть посланничество. У каждого народа мира есть свое назначение. И Боже упаси, господа, Боже упаси, сейчас всех сделать одинаковыми. Просто тогда будет, что одна большая беда. В чем эта беда будет заключаться? А что теперь происходит? Почему теперь не беда? Потому что, когда мы выходим в Ротестроель, еще раз, у нас одна встреча не получилась, нам не дают пройти. Другая встреча идут на нас с войной. Мы выходим на нас с войной и побеждаем, и убиваем. Скажите, чтобы доказать присутствие мира Всевышним в этом мире? В принципе, есть только два способа. Знаете, какие? мир делится на две части. Верующие и неверующие. Так ведь? Так ведь? По большому счету? Так? Что молчите? Возможно. Не, так и есть. Потому что, примитивных народов, через первого человека, все его дети, что в мире есть творец. Со временем, с историей, человечество поделилось. Часть осталась верна этой теории, часть отказалась, но и та, что осталась верна, у них это претерпело мутацию, и они представляют в виде Всевышнего кто собаку, кто кошку, кто солнце, кто человека. И не важно уже что, да? Как бы ни было, мир остался в этом состоянии. И, пожалуйста, но память об этом есть. Задача наша, что однажды наступит время, и все народы мира скажут, Всевышний существует, он один, един, и других нет. Наша задача еврейская, это работу произвести. Да? Теперь представьте, что все народы стали евреями. Будет какая-то работа производиться больше? Нет. А работа будет до конца. Эта работа будет до самого Машефа. Всевышнего не интересует мир, в котором все стали евреями и пришли к нему. Всевышнего интересует мир, в котором семьдесять народов, господа. Семьдесять народов. И все на всех семидесяти языках однажды скажут, Всевышний есть. Теперь еще раз, как же эту работу нам можно с вами выполнять? Сказали, как только не останется ни одного заблуждающегося, так все. Мире блаженства, да? Ну, знаете, анекдот, как американцы продавали зонтики на одном острове? Одна фирма американская, надо было доказать, что она самая лучшая и что ее зонтики все раскупают. Поехали на какой-то острове, куда-нибудь, 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 на страну, на страну и приехали на острове. Сказали, всем купить зонтики. Часть купили, часть не купили. Ну, надо было вернуться в Америку и стать весь остров с зонтиками. Что сделали посланцы? Тетки без зонтиков убили и получился, что весь остров с зонтиком. Это анекдот, это не живая правда, а то сразу подумать. Это могло случиться и с Россией, и с Украиной. В 70-е годы был рассказ про Америку. Понятно, как можно достичь этого вещи? Можно перебить население, которое против зонтиков, и тогда можно сказать, у нас все население с зонтиками. Поэтому, господа, в принципе, нет проблем сделать так, чтобы народы мира, конечно же, их победить, нет проблем. У нас есть мощное оружие, только сказать, Всевышний, Всевышний, и этот народ против тебя встает, и он отдает наши руки. И мы их побеждаем. Скажите, разве это главное, для чего мы пришли в этот мир? Мы не пришли эти народы, на самом деле, правда, это очень легко с точки зрения кабалы. С точки зрения любого воспитателя гораздо проще прийти в класс, с ним надавать тумаков, выгнать разгильдяев и тот, кто остался с ним исти урок. Верно, верно, да? Но таких, как правило, преподавателей не стоит держать. Я не понял, как звали преподавателя Троцкого, но Хапис Хаим сказал так, однажды он встретил Рошишева, который учился, Лев Давидович Бронштейн в народе Троцкий, знаком, основатель Красной Армии и убийца миллионов. И он не подал этому Рошишева руки. Я отвернулся от него. Хапис Хаим, который учил добру, как уважать человека, спросили у него потом, Рав, что это значит? Он сказал, что этот Рошишева однажды выгнал нерядиво ученика из своей Шивы, Лев Бенда, Арье Бенда, Давид Бронштейн выгнал его с урока из Ишивы тоже. Выгнал его из Ишивы и мир умылся кровью. Поэтому у нас только один способ государства есть, оставаться при Торе и тогда народы мира действительно будут все живы и при деле. Аминь, Тейнер Отцов. Всего хорошего, Господа. Субтитры создавал DimaTorzok